Между тем, по данным Министерства иностранных дел Казахстана, на консульском учете в Индии сейчас находятся 22 наших соотечественника. Нашим продюсерам удалось связаться с казахстанцем, проживающим в этой стране. На прямой связи со студией по скайпу Хамшат Камбарова. Она уже три года живет в городе Хайдарабад. Хамшат, добрый вечер. Я знаю, что сейчас в Индии у вас также вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как ваше здоровье и вообще в целом, какова ситуация в стране от вас, как от очевидца, хочется узнать? Добрый вечер. Да, действительно, ситуация в Индии очень критична сейчас, поскольку рост заболеваемых очень быстро растет. В данный момент у нас в семье все спокойно. В нашем штате очень много заболевших нету людей, как в других штатах, как, например, Дели, Махараштра или Карнатека. Коронавирусом в нашей семье никто не заболел в данный момент, но есть среди наших людей, которые проживают в Индии, есть люди, которые уже заразились коронавирусом и переболели. Скажите, вот вы говорите о заболевших коронавирусом, а как ситуация с вакцинацией? Лично вы, ваша семья вакцинировалась? И как вообще вакцина действует? Если вот говорить по опыту ваших знакомых, действует ли? Ведь есть заявления различных научных исследователей о том, что вот штамм, индийский штамм, он устойчив к антитела. Мы до сих пор с семьей не получили вакцину, так как первое время побоялись, но есть одна гражданка, которая проживает тоже в Хайдерабаде, она получила вакцину, она перенесла нормально, то есть у нее первый день была температура, но это прошло очень быстро. Насчет других, я не могу этого сказать, потому что это единственный опыт, который со мной поделились. Хамшат, вот вы говорите о других штатах, где катастрофическая ситуация сейчас, вот там то, что сейчас говорят по мировым новостям и то, что, в принципе, рассказывают корреспонденты оттуда, вот вы можете рассказать нам вот в целом, как там ситуация? Ситуация в других штатах, да, это очень сложно, потому что действительно люди умирают, люди болеют. Я же даже не буду говорить, что о других штатах, это так же происходит и в нашем штате. В нашем штате даже наши соседи, кто-то потерял брата, кто-то потерял деда. На самом деле мы даже с окна видим эту ситуацию, что даже тела вывозят на кремацию. И даже не буду говорить о других штатах, просто мы то, что видим каждый день, что люди очень паникуют, да, и стараются максимум себя беречь. И люди просто лишний раз на улицу даже не выходят. Мы даже в супермаркеты или куда-нибудь за продуктами тоже только по необходимости ходим. Люди двойную маску носят, они стараются максимум беречь, уберечься и заразиться. Мне кажется, люди просто боятся на самом деле заразиться этим вирусом. Есть чего бояться, действительно. А больницы? Конечно, это очень действительно. Больницы переполнены, больницы очень сильно переполнены, нет мест. Даже, как вы знаете, что в Индии медицина платная, да? Даже в платных условиях некуда положить людей. Палаты в палатах, даже в койках, в одной койке лежат по два человека. К ним прикреплены эти кислороды, да? Кислороды мы знаем, да, что сейчас тоже на исходе. И коротко, Камшат, скажите, какие меры правительство предпринимает? Понятно, что коллапс медицинский происходит. Я понимаю, да, сейчас правительство не справляется с вирусом. В данный момент очень плохо идет ситуация. Поэтому люди сами себе сейчас помогают. То же самое наши соседи спросят, у кого есть кислород, у кого есть там плазмы. Например, я не знаю, кто переболел максимум, выделите нам какую-то кровать. Камшат, вот вы, извините, вот вы сейчас наглядно можете рассказать, вы очевидец, и изнутри это знаете. Вот какие бы вы советы дали нам, Казахстану, казахстанцам, в том же вопросе соблюдения всех саннорм и вообще по ситуации с вирусом? Да, я просто долгое время, мы не находимся в Казахстане, но в данный момент я бы посоветовала нашим гражданам быть более осторожными, обязательно носить маски и желательно при необходимости только выходить на улицу, потому что вспышка очень большая и она может вам сильно очень навредить. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя. Ну и обязательно вопрос вакцинации, который, конечно, необходим. Да, да, вакцинация. Насчет вакцинации, да. Сейчас в данный момент у нас есть проблема с вакциной, так как два месяца назад все частные госпитали вакцинировали платно, а в данный момент только государство обеспечивает, но мы даже если хотим получить эти вакцины, но их сейчас в данный момент их нету, просто их нету. Не хватает, не хватает. Людей много или все сейчас в данный момент все бегут получить вакцину? Камшат, я вас благодарю за это откровение. Берегите, пожалуйста, семью, себя и, пожалуйста, оставайтесь дома. И, конечно, носите маски, и вопрос вакцинации очень важен. Спасибо вам большое. Я напомню о катастрофической ситуации в Индии, которая сейчас прикована вниманием всего мира, рассказала Камшат Камбарова, которая проживает в эпицентре событий. Спасибо.